Опять ты за своё? Зачем тебе меня есть? У тебя, наверное, даже желудка нет? Ты же игрушечный! Игрушечный? Я об этом как-то не думал. А давай я тебя съем и мы проверим, есть у меня желудок или нет. Думаю, не стоит проверять. Верь мне! Почему я должен тебе верить? Потому что я начитанный и много знаю. Моя злая бабушка заставляла меня много учиться. Уж я-то могу отличить живого от игрушечного. Ты точно игрушка. Просто большая, говорящая игрушка. А ведь когда-то я был человеком. Интересно. Расскажи мне об этом. Я точно не помню, но мне кажется, именно так и было. Часто снится, что я был охранником на игрушечном заводе. Там было много посетителей и даже детский уголок. Но когда я просыпаюсь, то вокруг никого нет и мне становится жутко одиноко. Слушай, идём со мной. Поживёшь в моей комнате. Будет весело. Ладно, идём. Холодно. Когда догонял тебя, так спешил, даже шапку не одел. Иди ко мне на ручки. Согреешься. Ты очень тёплый. А ты очень аппетитный. Прости за такие слова, но я голоден. Не обязательно есть людей, чтобы насытиться. Когда придём ко мне домой, я тебя накормлю. Давай залезем через окно, чтобы бабушка не видела тебя. Она очень злая и будет сердиться. Я потом придумаю, что ей сказать про тебя. Вот, держи кастрюлю с кашей. Бабушка, как всегда, наварила очень много. Это полезно и питательно. Ну вот, поел, теперь можно и повеселиться. Мы можем поиграть. У меня игрушек немного, но кое-что есть. Например, вот мои старые кубики. Это неинтересно. Ну тогда вот, есть пирамидка. Я с ней играл, когда был маленький. Это скучно. И совсем не весело. Да, прости, я ведь и сам уже давно вырос и не интересуюсь такими игрушками. Ты обещал, что будет весело. Идея. Завтра состоится городская праздничная ярмарка. Ожидается много взрослых и детей. Давай пойдём туда. Там точно будет весело. Продолжение следует.